Если человек, согласно Библии, рождается чистым, то почему некоторые дети рождаются с рожденными заболеваниями и страдают от них всю жизнь? Действительно, казалось бы, можно представлять так, что болезнь дается за грехи. Тебе грешит, соответственно, он болеет, потом несет какое-то последствие своего греха и мучается от этого, для того, чтобы раскается. Но как бы с детьми, дети-то в чем-то грешили. Но дело в том, что, конечно, ничего случайного не бывает, и дети больные рождаются не только потому, что есть для этого какие-то физиологические причины, а прежде всего потому, что на это есть попущение Божие. Но для чего такое попущение? Не слишком ли кажется это жестоким? Почему страдают дети? Но дело в том, что страдания детские – это страдания не для покаяния и очищения их самих, потому что внефть мкается, они рождаются действительно чистыми. Их страдания, они даются для того, чтобы люди, видя, что несут эти дети, сами вразумлялись и каялись в своих грехах, потому что дети страдают для того, чтобы родители и видящие эти страдания, другие люди приходили ко Христу через милосердие, через сострадание, через помощь этим детям. И эти дети, как ангелы, Господь посылает их на землю, они не так много живут, на самом деле. Некоторые умирают в владенчестве, некоторые доживают до патротского возраста, но они успевают привести ко Христу огромное количество людей, потому что страдания их святые, они безгрешные. И страдания их подавляются страданиям Христа, Спасителя в какой-то степени. Господь пострадал за наши грехи, так и дети страдают за наши грехи. И вот в этом-то являются дела Божии. Вот как мы читаем в Библии, в Евангелии Теана, не согрешил, не он, речь идет о слепорожденном, не родители его, а это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Субтитры создавал DimaTorzok